На территории оборонного предприятия в столичном микрорайоне Тушино нелегальные парфюмеры выпускали около миллиона единиц поддельной продукции в месяц. В грязных ангарах на так называемом оборудовании выходцы из ближайшего зарубежья смешивали жидкое мыло с различными парфюмерными одушками, которые, как показала экспертиза, вызывают кожные заболевания. По предварительным подсчетам, только за год работы подпольный цех принес владельцам более трех миллионов долларов. По такому же принципу было организовано подпольное производство в одном из институтов Московской области. В его подвалах в жутких антисанитарных условиях несколько десятков нелегальных мигрантов занимались изготовлением парфюмерии, косметики и бытовой химии. Вот в этих грязных ведрах месили кремы для рук и лица. Духи туалетную воду с озвученным французским названием «Ляркансель», то есть «Радуга», разводили в канистрах и пластиковых бутылках, в которых до этого находился бытовой растворитель. А в одних и тех же бетономешалках готовили по очереди то жидкость для мытья унитазов, то детские шампуни, то пену для ванн. Специалисты, проведя экспертизу всей этой так называемой парфюмерно-косметической продукции, пришли в ужас. Такого количества микробов, смертельно опасных бактерий и грибков в шампунях и дезодорантах им еще никогда находить не приходилось. Все рабочие этого цеха задержаны, а организаторы подпольного производства объявлены в розыск. А вот эти духи, туалетная вода, тушь для ресниц и прочие товары пользовались особой популярностью у москвичек и на прилавках не залеживались. Цена невысокая, а сделана во Франции. Так указано на упаковках. На самом деле произведено все это в подмосковных Люберцах, в обычной квартире, в которой жили и трудились выходцы из Средней Азии. В паркетный лак они добавляли цветные чернила. Получался лак для ногтей. Гуталин плюс парфюмерная одушка и спирт. Готово тушь для ресниц. Организовали производство трое иностранцев, граждане Саудовской Аравии, Сирии и Турции. Как установили оперативники, Люберецким товаром не брезговали даже крупные столичные торговые сети, охотно принимая его на реализацию. Коммерческие связи иностранцев сейчас проверяет милиция.